Врачи, ортодонты, ортопеды есть? Кто у нас ортодонтик, он у нас ортопед, кого больше всего интересует височно-нижнечелюстные суставы, а все остальные у нас ещё учатся, где в ординаторе, ординаторе какая? По терапевтической стоматологии, по хирургической стоматологии, всё понятно. Значит, сегодня у нас мастер-класс, к сожалению, у нас не открылся это видео, но я постараюсь и так помочь вам показать, то есть объяснить врачам-стоматологам в плане того, зачем вам нужна диагностика, нужно ли им консультироваться у врача-инрогенолога в плане визуализации височно-нижнечелюстного сустава, но и про персонализированный подход к этой диагностике. Значит, что касается профессионального стандарта, мы уже касались сегодня этой темы на докладе, на конференции. Врач-стандарт гласит о том, что врач-стоматолог должен знать все дозовые нагрузки, все методы исследования рентгендиагностики, которые используются в амбулаторной стоматологической практике, чтобы взаимодействовать с нашими пациентами, объяснять им планировать лечение. ИКЛКТ, вы знаете, не входит в ОМС, относится к платным условам, но кроме этого, именно врач-стоматолог назначает дополнительные методы обследования, которым кроме радиовизиографии и ортопантомографии и КЛКТ относятся мультисрезовая компьютерная томография, ультразвуковая диагностика и магнитно-резонансная томография. И все это в отношении челюстно-лицевой области и височно-нижнечелюстного сустава. Потому что я как рентгенолог, описав КЛКТ, все, что я могу, это могу рекомендовать вам назначить магнитно-резонансную томографию. Но пока вы сами к этому не придете, как сейчас уже КЛКТ пришло в ваше сознание, вы не сможете, к сожалению, это проанализировать. Что касается зон сканирования на КЛКТ. Конечно, для височно-нижнечелюстного сустава нас интересует самая большая зона сканирования, чтобы она захватывала суставы. И 15-15 на 15 это не предел. Желательно, чтобы еще височная кость попала. Поэтому 13 на 18, 18 на 20 и исследование височно-нижнечелюстного сустава, если оно одно, а нету, как вот на нижних слайдах, видите, открытый-закрытый рот, банальный снимок, который делается на ортопантомографе даже пленочном. Почему-то этот снимок не умеют делать рентген-лаборанты. Почему не умеют делать рентген-лаборанты? Потому что вы его не назначаете. Элементарнейший снимок, который показывает форму суставной головки, смещение к переду и к заду, размеры суставной щели, симметричность и движение, потому что открытый-закрытый рот. Не нужно назначать КЛКТ с закрытым ртом, с открытым ртом, все-таки там в рамках платных услуг сумма получается гораздо больше. А что нам нужно для того, чтобы врач-рентгенолог мог описать сустав? Нужно, чтобы вот этой вот дырочки между зубами прикусника не было совсем. Поэтому ортопеды и ортодонты должны помнить простое правило. Если мы назначаем ортопантомограмму в рамках БЗП, государственного сектора и так далее, то прикусник убрать в привычной окклюзии. Снимаем, делаем снимок. А КЛКТ, если захватывается все-таки сустав, мы делаем тоже в привычной окклюзии. Если у нас только секторное КТ, мы можем сделать две зоны по 6х6, правый и левый сустав можно снять отдельно, но при этом должно быть все-таки привычная окклюзия. То есть про прикусник мы забываем совершенно. Вот здесь случайная находка, старые пленочные снимки, дообследование, доброкачественное образование, суставного отростка справа. Сейчас у нас эра персонализированного подхода и 3D-диагностики междисциплинарного взаимодействия с различными специалистами, в том числе персонализированный подход к нашему пациенту. Мы стараемся активно использовать все эти моменты. Почему-то уменьшился. Для чего в плане персонализированного подхода? Чтобы нашего пациента вовлечь в диагностику и обследование пациента. Потому что вы прекрасно знаете, что дисфункция височная нижнечелюстного сустава растет после различных методов лечения. Ортодонты сталкиваются с ним до лечения, в процессе и после, точно так же, как ортопеды. А все остальные стоматологи должны знать, что такое височно-нижнечелюстной сустав, просто потому, что он есть у каждого пациента. Кстати, у детей он тоже есть. И у детей, и у подростков височно-нижнечелюстной сустав присутствует. Конусно-лучевую компьютерную томографию читает сам врач-стоматолог, описывает симптомы заболеваний. И если нужна диагностика, иди в диагностика врач-рентгенолог, описывать КЛКТ нельзя врачу-стоматологу. С чем мы дифференцируем различные проблемы челюстно-лицевой области в зоне височно-нижнечелюстного сустава? Ну, например, можете себе сфотографировать, достаточно редкая ситуация с атитом. Если синусит вы видели, то атит выглядит примерно так же. Снижение пневматизации наружного слухового прохода. А в рамках нашего замечательного коронавирусной инфекции, которая видоизменяется, дает осложнение, к сожалению, атитов стало гораздо больше. Мы с ними сталкиваемся, как общая соматическая патология у наших стоматологических пациентов. То, что вот здесь еще и полисинусит, здесь видите еще проблемы с основной пазухой, с основным синусом. И дальше этот пациент давно пришел на консультацию, поскольку с атитом все-таки в стоматологии сталкиваемся нерегулярно, я как-то вначале усомнилась и думаю, что же такое антрацеллюлит. Да? Вот те молодые люди должны знать. Видите, здесь еще и антрацеллюлит с поражением пирамиды височной кости. Пациент пришел к стоматологу на лечение. Все абсолютно наблюдения, пациент завтра может прийти к вам. Различные доброкачественные образования, рентгеновские методы исследования, мы видим только костные структуры нашего пациента. Мы очень часто дифференцируем с различными проблемами фиброзной дисплазии. Фиброзная дисплазия должна интересовать ортодонтов. Если выявляются какие-то очаги в оливулярных отростках челюстей, нужно очень-очень внимательно назначать ортодонтическое лечение. Неважно ли это цементодисплазия или просто чилифиброзная дисплазия. Вот этой пациентке случайно сделали КТ, потому что клиника купила конусно-лучевое, компьютерное, и тому, как пациенту должны были ей установить брекеты без КТ. КТ сделали бесплатно и нашли амилобластому угла нижней челюсти с вот такими вот проблемами. Дифференциальная диагностика амилобластом тоже может быть. С ней мы встречаемся в разных направлениях. И, уважаемые коллеги, со всеми новообразованиями пациенты вначале приходят к стоматологу. В рамках обследования пациентов формируется алгоритм обследования. Обратите внимание, что здесь присутствуют не только стандартные методы лучевой диагностики. Неправильно думать о том, что вы диагностировали дисфункцию, и пациент пошел к врачу-гнотологу. Во-первых, такого врача, как парадонтолога, нет. Кстати, парадонтолог, парадонологический пациенту тоже нужна реабилитация. Она не простая, там тоже могут быть проблемы с заболеваниями височно-нижнечелюстных суставов. Вот на кафедре у Владимира Андреевича есть гнотолог, мы в единственной городе, есть еще гнотолог у профессора Трезубова Елена Анатольевна Получева, известная, и Роман Александрович Фадеев, который в Мечниково-заведающей кафедре, он курирует пациентов от водонтических с проблемами. Дело в том, что наша задача заниматься не просто реабилитацией пациентов, а профилактикой выявления вот этих проблем с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Ошибочно думать, уважаемые коллеги, что дисфункция сустава возникает у пациентов, у которого нет зубов. Отнюдь неправильно установленный контакт, какая-то повышенная стираемость, единичное удаление зуба и неправильное восстановление окклюзии может быть причиной очень больших проблем, о которых коллега со мной согласится. Вот это вроде бы, посмотрите, большой компьютерный томограф, но на нем в некоторых случаях мы обследуем. Значит, что нужно первое вам сделать, это сформулировать алгоритм обследования вашего пациента. Чья это компетенция? Стоматолога. Если пациент приходит с маленькой-маленькой жалобой или на КТ, вы видите какую-то проблему с деформацией в суставной уголовке, вам нужно сформулировать алгоритм обследования, назначить КЛКТ без прикосника и обычный снимок и 2Д с открытым-закрытым ртом. Когда мы делаем 2КТ с открытым ртом? Чаще всего, когда уже ортодонты или ортопеды используют сплины, капы, то есть в процессе лечения дисфункции или на этапах ортопедического или ортодонтического лечения. То есть учитывая, что КЛКТ у нас всегда идет в рамках платных услуг, мы обязательно с вами должны об этом помнить. И все-таки 2КТ, 3КТ, но зачем назначать пациенту, когда ортопантомограф и КЛКТ выполняются на одном и том же аппарате. И действительно мы сразу получаем информацию об открытом-закрытом рте и о всех проблемах. Значит, низкая лучевая нагрузка на конусно-лучевом компьютерной томографе позволяет выявлять эти изменения даже у пациентов детского возраста. Вот эти слайды я рекомендую вам сфотографировать, коллеги. И мы вместе с профессором Получубой и Роман Александровичем Фадиевым формулировали вот эти возможности конусно-лучевой компьютерной томографии, возможности недостатки в плане диагностики заболеваний, повреждений височного нижненько-челюстного сустава и следующий, а потом будет точно такой же слайд на черном фоне, который я черный фон не очень люблю, для магнитно-резонансной томографии. Потому что, к сожалению, височно-нижненько-челюстной сустав только рентгеновскими медленными исследованиями анализировать невозможно. И вы сразу должны себя подготовить к тому, что в рамках дисфункции височно-нижненько-челюстного сустава вам придется взаимодействовать лучше не с челюстно-лицевым хирургом, не нужно доводить до протезирования височно-нижненько-челюстного сустава, а с врачом-рентгенологом, который будет позволять вам оценивать все эти данные. Ну, как любым рентгеновским методом исследования, противопоказание является беременность, ну и в общем она же является противопоказанием. Детский возраст до трех лет, ну просто этим пациентам сложно выполнить исследование. Значит, на большой зоне сканирования, без прикусника, мы видим КЛКТ суставов. И на базе одной из частных клиник, где ортопантомограф был заменен на КТ, как раз один из учеников Романа Александровича Фадеева набрал научный материал. Почему? Потому что в этой частной клинике привыкли все-таки, когда пациент пришел, первичная консультация стоматолога, ему назначали орт, а потом остальные назначили КТ. Через два года набрали материал по проблемам с суставами, потому что все были, это было начало эры внедрения правил КТ, сейчас это активно используется. Конечно, принудительно назначать КТ всем нельзя. Вот наша конференция X-Ray Day, которую мы организовываем вместе с Михаилом Горджи и Дмитрием Васильевичем Рогаскиным в разных регионах Российской Федерации, такая региональная конференция секции лучевой диагностики в стоматологии, в этот раз будет в Перми. Там принимает наш руководитель диагностических центров, он прямо подошел и говорит, Марина Анатольевна, мне нужны клинические рекомендации, чтобы каждому пациенту назначали КЛКТ. Я говорю, таких клинических рекомендаций, к сожалению, нет, ни один у меня здравый, и ни одни главные стоматологи городов и округов не смогут подписать такой приказ. Что мы можем сделать? К вам пациент приходит, садится в кресло, и вы после турбичной консультации назначаете по показаниям конустручивую компьютерную томографию. 28, 29, 30, 31 зуб. Нужно как-то делать? Конечно, как у этого пациента, нам нужно посмотреть. А ортодонт, какой главный вопрос он решает? Он решает вопрос, нужно ли удалять 8 зубы и в каком возрасте их удалять. Главный вопрос, который стоит перед врачом ортодонта. Вот как раз при анализе этих пациентов, которых просто обследовали 250 человек, создали методичку по височно-нижнечелюстному суставу, где расчеты рекомендую я вам посмотреть. Нужно ли все мерить, замерять каждый раз не обязательно, но принципы вот этих вот расчетов линейных височно-нижнечелюстного сустава должен знать врач-стоматолог любой, даже если он не является ортодонтом или ортопедом. И, кстати, чем еще было интересно это обследование, диссертационная работа тем, что мы дали рекомендации и проанализировав эту группу, выяснилось, что были обследованы пациенты, которым было нужно рекомендовать ортодонтического лечения, у которых еще не сформировалась зубочерестная аномалия, но потом ее диагностировали. Поэтому КТ очень даже пригодился нам для обследования. Сейчас практически все частные клиники, так же вот как коллега владелец центра, каждому старше 18 лет делаем КТ. Но поликлиника и в том числе стомат поликлиника военно-медицинской академии, да, в стомат поликлинике военно-медицинской академии кто лечится? Курсанты, студенты, преподаватели, пенсионеры министерства обороны, члены их семьи. Ну, может быть, что-то им выполняют бесплатно, но, наверное, не КЛКТ, к сожалению. Асептический некроз височно-нижнечелюстного сустава видели? Очень много коррентгенолог видела асептических некрозов тазобедренного, а вот с асептическим некрозом височно-нижнечелюстного столкнулась только когда стала работать в амбулаторной стоматологической практике. И конусно-учевая КТ, это все-таки расширяет нашу зону междисциплинарного взаимодействия. Когда студент заканчивает университет стоматолог и приходит на клинический прием, он видит один зуб. Через пять лет, когда он считается уже подвинутым, он видит 32 зуба. Но успешный стоматолог должен видеть только всю челюстно-лицевую область. И возможности использования различных методов лучевой диагностики вам только помогают. Если вы консультируете пациента без рентгеновских снимков, то вы не можете достигнуть никакого взаимопонимания с пациентом. То есть ему нужно показать, ему нужно доказать, а перед этим его нужно убедить, сделать компьютерную томографию. Это сложно, это непросто, но нужно убедить обязательно. К сожалению, коллеги, мягкие ткани, мышечно-связочный аппарат, внутрисуставной диск видны только на магнитно-резонансном томографе и с помощью ультразвуковой диагностики. Вот сейчас в следующей нашей книжке уже будет большой раздел ультразвуковой диагностики зубов. Вы знаете, что можно УЗИ делать тут? А следующая тема нашей научной работы это МРТ зубов. На самом деле эти методы как бы несопоставимы. Зуб не содержит жидкость, он не должен видеть гипоинтенсивный сигнал, темные изображения. Есть возможности обследовать. И ультразвуковая диагностика достаточно хорошо позволяет нам визуализировать мягкие ткани челюстно-лицевой области и анализировать все эти проблемы. То есть в алгоритм обследования пациентов, пациенты, которые пришли к вам с жалобами на щелчки, на какие-то неприятные ощущения в отношении височно-нижночелюстного сустава, им нужно назначать комплексное обследование. Начинаете вы с КЛКТ без прикосников, потом открытый и закрытый рот, ну а дальше конечно может быть резонансная томография. Ультразвуковая диагностика если на базе университета есть УЗИ аппарат, но там должен специалист проводить этот анализ. Кстати, врач-стоматолог не имеет права пойти в ординатуру по лучевой диагностике, но вы имеете право пройти профпереподготовку по ультразвуковой диагностике, получить экрежитацию. Если кому-то это нужно, вот те, кто занимаются, работают в лабораториях, в частности с университетом Евдокимова медико-стоматологическим мы в Москве сотрудничаем, там сами стоматологи делают УЗИ челюстно-лицевой области мышечно-связочного аппарата. Магнитно-резонансная томография, нужна ли она стоматологу или она не нужна стоматологу? Что такое МРТ вы знаете? Открытого, закрытого типа кто-нибудь пытался себе сделать? Я как-то никогда не страдала клаустрофобией, но я очень много работала на МРТ, но вот с закрытым магнитом я так и не смогла свою голову. У меня возникало такое неприятное ощущение, то есть клаустрофобия возникает в закрытом магните. В открытом там определенные сложности, ниже в поле сканирования, медленнее сканирование, но зато это все безвредно для наших пациентов, потому что все-таки конусно-лучевая компьютерная томография это у нас рентгеновский метод и лучевая нагрузка. Что говорит известный профессор Славич, что проблемы с суставом могут возникать до начала ортодонтического лечения, в процессе ортодонтического лечения и после окончания. Наверное, то же самое можно сказать и про ортопедию, чтобы не обижать ортопеду и не превозносить ортодонтов. Сейчас активно в рамках своего лечения, планирования реабилитации активно взаимодействуют эти специалисты. Противопоказанием против МРТ является кардиостимулятор, что это за металлическая конструкция височной кости. Имплантат височной кости это при нарушении слуха, для того чтобы не было. В нашем доме берут маленьких ребятишек восьми месяцев, если в роддоме им определили проблемы со слухом и восстанавливают слух полностью, реализируют к окружающей действительности. Значит, на магнитно-резонансном томографе есть специализированные катушки, которые позволяют нам проводить исследование голова-шея и делать исследование височно-нижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом. Почему все это должен знать стоматолог? Первые коллеги, Вы можете спросить, зачем мне это нужно знать, когда к магнитно-резонансному томографу и диски осмотреть не будут записаны в режиме фьюбера, прилагается заключение врача-рентгенолога. Значит, когда мы начинали отправлять пациентов на МРТ, МРТ в городе много, достаточно много, некоторые работают круглосуточно. Значит, наша коллега Светлана Ивановна Казицына, ортопед в СППН-100, давно работающая, достаточно известная в профсреде, она, наверное, с пациентами обошла весь город, прежде чем нашла, где же все-таки делают МРТ. Потом наконец-то все-таки в клинике Скандинавия появились очень хорошие специалисты. Это я вам не просто так, а для рекомендации. Потому что врач-рентгенолог, работающий на МРТ, очень хорошо, если он попал туда после рентгенологии. Но МРТ – это высокотехнологичный аппарат. Иногда туда попадают так же, как и стоматологи. И если ты не знаешь рентгенологии, то у колбы, может быть, там билизия в круг, кровоснабжение, позвоночник, ты прекрасно опишешь, а вот МРТ, к сожалению, нет. Значит, на магнитно-резонансном таблографе, фотографируйте, пожалуйста, слайды, мы должны проанализировать вот эти вот структуры. Я вижу, что вы стоите, сейчас я закончу. Значит, мы должны проанализировать вот эти данные и получить вот это изображение. Я почему-то решила, что у меня больше времени. И последнее, что я вам хочу показать. Значит, к сожалению, вот здесь кинематика не работает. Первый компьютер, на который не работает. Открываться, закрываться должен рот. Значит, основная задача, сфотографируйте вот эту схему, внутри суставной диск, схема, мышечно-связочный аппарат, и вот изображение височно-нижнечелюстного сустава в норме. Вот нужно найти вот этот маленький в виде бабочки серую полосочку внутри суставного диска, понять, как она выглядит при открывании и закрывании рта. И, коллеги, это задача врача-стоматолога. Вот пока вы ее не увидите, себе не представите, никогда успешным ортодомтом и ортопедом вы не будете. И поверьте мне, это нужно делать обязательно. Значит, в клиниках Скандинавии есть очень хорошие специалисты, это я не имею в виду, клиники частные рекомендую, которые действительно прекрасно описывают височно-нижнечелюстной сустав. Сустав у нас есть у всех, без него никак не возможно, и наша задача в рамках стоматологической реабилитации проводить диагностику височно-нижнечелюстного сустава и анализировать все проблемы, которые могут быть. Значит, у вас могут возникнуть вопросы, пожалуйста, сфотографируйте. Есть аккаунты в соцсетях по поводу Инстаграма, Фейсбука, там наблюдения, очень часто там посты, особенно информация об обучении по височно-нижнечелюстному суставу. Мы специально для вас организовали форум. Подписывайтесь сюда и задавайте вопросы. Он не только для главных врачей, которые покупают КЛКТ, а он для стоматологов, для того, чтобы все-таки нам решить проблемы. А то приказ по размещению радиорезиографа в стомат-кабинете есть, а кто на нем работает, непонятно абсолютно. И моя электронная почта. Я надеюсь, что вы все-таки понимаете, что успешный стоматолог должен быть успешным диагностом. Иначе, к сожалению, не получится. Все взаимосвязано. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.